Рой Джонс младший. Известный американский боксер Рой Джонс младший подал заявление на получение гражданства России. Бумагу абсолютный чемпион мира оформил в Ялте, куда он прибыл для участия в пресс-конференции, посвященной международному боксерскому шоу «Сражение у горы Гасфорта». 19 августа американский боксер встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы Джонс младший попросил у главы государства российское гражданство Джефф Монсон. Джефф Монсон, известный американский боец, выступающий в смешанных единоборствах, давно мечтает о российском гражданстве. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью видеоагентству Радпли. В России Монсон мечтает открыть бесплатную спортивную школу для детей. По словам спортсмена, получить российский паспорт он пытается уже какое-то время. Последним ему согласился помочь в этом вопросе лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Анатолий Вассерман. Анатолий Вассерман будет просить российское гражданство, если его лишат украинского. Об этом политолог и журналист заявил в эфире русской службы новостей. Так он прокомментировал заявление Алексея Гончаренко, который обвинил Вассермана в антиукраинской пропаганде и предложил лишить его гражданства. Фред Дерст. Солист группы Олимбискет Фред Дерст заявил, что хочет получить российский паспорт и купить дом в России. Он признался, что активно работает над этим и хотел бы ускорить процесс. Фред рассказал, что часто приезжает в Россию, поскольку у него здесь друзья. Кстати, Фред женат на русской девушке Ксении Берязиной. Фред и Ксения уже шесть лет вместе, а познакомились они в ресторане в Лос-Анджелесе. Жерар Депардье. 1 января 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ номер один о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства. Комментируя новость о получении российского гражданства, актер сказал по этому поводу в обращении к россиянам следующее. «Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей, культуру, образ мышления. Мой отец в свое время был коммунистом и слушал радио Москвы. Это тоже часть моей культуры. Я очень люблю вашего президента Владимира Путина, и это взаимно». Эдвард Сноуден. С 1 августа прошлого года Эдвард Сноуден получил вид на жительство в России сроком на три года, заявил Анатолий Кучерена на пресс-конференции в Москве. Адвокат отметил, что экс-сотрудник АНБ в будущем может претендовать на российское гражданство. Ан Хён Су. Ан Хён Су – российский шорт-трекист, до декабря 2011 года представлявший Республику Корея, заслуженный мастер спорта России, шестикратный олимпийский чемпион, двадцатикратный чемпион мира. Как сообщалось, Ан тренировался со сборной России с июня 2011 года, начал изучать русский язык и собирался переехать в Россию на постоянное место жительства. Джон Роберт Холден. 20 октября 2003 года президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о приеме в гражданство Российской Федерации Джона Холдена как лица, обладающего профессией либо квалификацией, представляющими интерес для Российской Федерации. Вместе с тем Холден сохранил гражданство США и обладает таким образом двойным гражданством. Отмечу, что Холден стал первым темнокожим баскетболистом в составе национальной сборной России по баскетболу. Холден выступал за сборную России на чемпионате Европы 2005 и 2007 годов, а также Олимпийских играх 2008 года. Юка Кавагути. 23 декабря 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указ номер 1832 о принятии Юка Кавагути в российское гражданство. Пара Юка Кавагути Александр Смирнов стали трехкратными чемпионами России в парном катании и завоевали золотые медали на чемпионате Европы 2010 года. Стивен Сигал. Актер, режиссер, музыкант, сценарист, продюсер и мастер боевых искусств Стивен Сигал всю жизнь рассказывал про свои российские корни и старался изучать русскую культуру. Познакомился с Андроном Кончаловским и Никитой Михалковым. В 2013 посетил Беслан, побывал на параде в честь Дня Победы и заглянул в вечерний орган. Теперь ждет документов, чтобы стать гражданином России.